Друзья, всем большой привет! С вами, как всегда, я, Ева. И помните, недавно я снимала первую часть распаковки с Wildberries и говорила, что мне идет супер большой, интересный, разнообразный второй заказ. И так вот, он пришел, и я видела, что вам очень понравилась первая распаковка Wildberries. Так вот, сегодня будет вторая, сегодня будет очень много всего интересного, классного. Я вам все расскажу, покажу. Ну и также набирайте много лайков и пишите ваши комментарии, какой из товаров вам понравился больше всего, какой бы вы заказали себе. И если также, как и первая часть, вам очень зайдет, то буду снимать рубрику почаще. Ну что, погнали! Как я сказала ранее, сегодня будет много товаров, и они будут совершенно из разных категорий. Здесь будет и канцелярия, и электроника, и декор, и бьюти разные штуки, и органайзеры. В общем, будет много-много всего интересного. Но начну я, пожалуй, с того товара, который заказала моя мама. Она, конечно, заказывала еще много там постельного белья, разные наволочки, одеялки, но это скучно. Зачем мне вам это показывать? Правильно? Правильно, я покажу. Интересненькое. Этот товар она выбирала, мне кажется, год. Вот я никогда не думала, что мама может выбирать себе органайзер для специй целый год. Она очень давно хотела себе такой на кухне. Посмотрите, какой красивенький. Они есть в разных-разных вариациях, в разных-разных цветах, и ей постоянно что-то не подходило. Ей то цвет не нравился, то формат, то расположение баночек, то их размер. В общем, она всегда находила какие-то отговорки, ей всегда было к чему придраться. В общем, мне кажется, моя мама просто очень вредная. И тут она, наконец-то, нашла недавно идеальный органайзер на Вайлдберрисе. Давайте я вам покажу. Он был в трех цветах. Получается, вот такой вот серебристый был. Также был черный с серебристыми разными крышечками, серебристыми детальками. И полностью черный матовый, вот как у мамы. Посмотрите, какой он красивый. И, как вы можете заметить, сначала баночки идут без наклеечек. И в комплекте идет два листа по 16 наклеечек. И вот вы можете приклеивать их на разные специи и подписывать. Это очень удобно, очень стильно смотрится. В комплекте идет 16 баночек. И причем они такие, они достаточно большие. В них поместится очень-очень много всяких специй. И, кстати, сейчас найду. Вот у нас заполнены все, кроме одной баночки. Давайте я вам покажу. Вот, посмотрите. Вот тут вот есть разные специи. И наклеечки на них здесь нет на баночке. Открываем. И здесь вот такое вот отверстие, откуда можно удобно дозировать приправки. Вот так вот она легко открывается. Вот сюда засыпаете. И мне кажется, это очень стильно выглядит. И теперь удобно искать. Потому что у нас раньше специи были в их пакетиках, в корзиночках разных. И пока найдешь нужную специю, просто уже блюдо приготовится. Уже это, устанешь. А сейчас все вот так вот красивенько, аккуратненько. И мы сначала думали, что 16 баночек это очень много. А на самом деле мы так посмотрели, даже ничего не докупали. И у нас вот все распределено. Ну, тут правда соли и сахара нет. Может найдем что-то, может потом еще что-то докупим. Может мы про что-то забыли. И вот, и будет у нас полностью заполнен органайзер. В общем, мне все очень нравится. Оставлю, как всегда, все артикли, все ссылочки в описании на каждый товар. Можете приходить и смотреть, выбирать. И, кстати, искали мы именно черный, потому что у нас вся электроника в кухне черного цвета. И вот чтобы все органично смотрелось, сочеталось, мы вот искали именно вот черный, в идеале черный матовый органайзер. Просто идеальный. Ну и, конечно же, порадовала и себя новыми приколюшками. Вот такими разные примбомбасики для своего телефона и для шнуров. На телефон, на компьютер. В общем, давайте я вам сейчас все покажу. Первое, давайте начнем с вот таких вот защитных насадок, получается. Я думаю, что многие знают о них. Это для того, чтобы не ломался провод. Потому что у меня есть проблемы, когда я лежу и телефон заряжается. Я часто беру телефон и шнур перегибается. И чтобы он не ломался, я заказала вот такие вот два себе девайса. Здесь вот такой вот Микки Маус. Он надевается именно на вот этот стык провода и защищает его. Продлевает его жизнь. И вот такой вот милый динозаврик. Один я взяла для провода для своего телефона, а другой для Макбука. В общем, супер. Потому что у меня на Макбуке уже тоже начинает сгинаться провод. И я просто... Я не хочу менять свою оригинальную зарядку на что попало в других магазинах. И поэтому я хочу ее сберечь. И вот купила. Кстати, я помню, что вот эти штучки стоили по 225 рублей. А чехол стоил 275. Давайте я его открою. Я его еще не открывала. Мама говорит, зачем тебе столько чехлов? Ой, кстати, посмотрите, какой классный пакетик на вот таком вот зип-замочке. Вот. Но мне все мало. Я когда вижу красивые чехольчики... Я, кстати, себе уже присмотрела еще один. В общем, друзья, у меня уже собирается там третий заказ свал. Сейчас он тоже большой. И там тоже я такой красивый чехол нашла. Но этот не менее красивый. Так, давайте я вам его покажу. Вот, посмотрите. Мне он очень понравился. Во-первых, он, я уже вижу, хорошо заходит и на переднюю часть, и на камеру. Вот мне нравится, вот когда есть вот такой миллиметр защиты. Он силиконовый. Очень красивый, посмотрите. И здесь как будто разные ценники, штрих-коды, пилетики вот такие. Там они были в разных расцветках. Вот я выбрала вот такой. 275 рублей вообще недорого. Это, по-моему, самый дешевый чехол на мой телефон, который я когда-либо покупала. А еще мне очень нравится то, что вот здесь вот внутри такие просиликоненные детали по бокам, по бамперу. Кнопочки. Довольная. Теперь у меня будет вот такой вот красивый стильный телефончик. Ну, а теперь хочу вам показать товары, которые мы заказали для моего брата. Здесь очень-очень много разных примбомбасиков для компьютера. Потому что недавно, вот подписчики из моего телеграмма знают, мы ездили всей семьей с моими собаками, с Патриком, с Никой, со всеми в Ростов. И мы там купили Егору очень крутой, супер навороченный игровой ноутбук. Он его очень-очень давно хотел. И скоро как раз должен выйти влог из Ростова. Вообще, влог из Ростова должен был выйти даже перед этим видео. Но у меня сейчас началась зимняя сессия, у меня экзамены. И я просто чисто физически не успеваю его смонтировать. Но не волнуйтесь, я скоро сдам все экзамены. И вернусь к вам с влогом из Ростова. Он получился супер классный, супер интересный. Мы там провели целый день, ходили на шопинг в самый крутой торговый центр вместе с моими собаками, кстати. Мы много всего купили, даже для них, и для меня, и для родителей, в общем, для всех, и для всех, и для тех. И как раз давайте я вам покажу вот эти разные штуки, которые Егор себе выбрал. Он сам себе там заказывал, выбирал, я в это не обникала. Он просто скидывал мне ссылочки и маме, и мы заказывали это. Так что давайте начнем с первого. Это вот такие вот наушники. Он себе заказал, они светятся. Давайте откроем их. Класс. Так, откроем. Оп-оп-оп. Возможно, я вам в конце видео вставлю кадр, как это все выглядит вместе с компьютером в сборе, потому что я сейчас только все буду распаковывать, а потом он сам все будет присоединять, настраивать и включать на своем столе. Мне очень интересно посмотреть, как это все будет выглядеть после. Так, я сейчас вставлю в свой компьютер. Вау! Посмотрите, какие наушники. Так, вот, посмотрите. Они светятся, они идут с микрофоном, они вот так вот поворачиваются. Супер. Давайте примерю. Опа! Сразу тут шнур еще связан. Прям вот так вот здесь. Как вам? Ева Геймер. Прям-прям. Тут еще вот такой вот пультик интересный идет, посмотрите. Он светится. Тут тоже что-то можно регулировать. Тут видно, можно выключить подсветку, включить подсветку. Класс. В общем, мне все нравится. Такой микрофон. Такие ушки. И у него, кстати, клавиатура на компьютере тоже светится. Подсвечивается. И вот это светится. В общем, у него все светится. И эти все подставки, мышки тоже светятся. В общем, классно. Мне нравится. Отключаем. Убираем в сторонку. Так, переходим к следующему товару. Он заказал себе какую-то мышку. Он там выбирал очень-очень разные. Я в итоге даже не знаю, какую он выбрал. Я, конечно, оставлю вам ссылочку на него в описании. Но он там смотрел мышки и по 700 рублей, и по 7000. Кручили разные-разные. Выбрал в итоге вот такую. Посмотрите, очень прикольно смотрится. Вот такая. Мне кажется, очень удобная будет. Давайте тоже включим. Мне кажется, она тоже должна светиться как-то. Опа. Да. Вот, посмотрите. И сразу, пользуясь случаем, покажу вам коврик для мышки. Вот такой он выбрал его игрой, в которую он играет. Так что вот так вот это все сочетается. Очень прикольно, как по мне. Вот, посмотрите. Класс. И последний товар. Это подставка под наушники. Я вообще не знала, что такое существует. Потому что я пользуюсь AirPods'ами. Но вот Егор себе заказал. Сказал, это будет классно. Ему, если покупать такие наушники, то нужна под них подставка. Так. Это, кстати, от фирмы Red Dragon, по-моему. Да, вот, разные инструкции. Там, кстати, у наушников даже был диск с какой-то или инструкцией. Или, в общем, какой-то диск был. Я не знаю, с чем он. Вот тут тоже много разных вкладышей. Все. Супер. Тогда встаем. Вау, классно. Тут еще она в пленочке. Но я не буду отдирать. Я оставлю это для Егорки. Я знаю, что он тоже любит отдирать пленочки разные. Тут, кстати, она тоже должна светиться. Так, давайте включим ее, попытаемся. Вот, посмотрите. На ней тоже написано Red Dragon. Светится разными цветами, прям как наушники. И я не знаю, как это должно выглядеть. Наверное, как-то вот так. Да? Да! Посмотрите. Еще наушники будут светиться также. Все. Будет очень красиво. Интересно, вы видите мой компьютер? Я там прорабатываю билеты для экзамена по истории. Так что вот, только-только закончила делать историю, сразу хотела снимать видео. Так что, видите, я вас не обманываю. Я постоянно учусь. Все. Вот такие вот покупочки были у Егора. Переходим дальше. Кстати, я заметила, что это оказывается не просто вкладыши, а это наклейки. Посмотрите, какие прикольные. Но я Егору говорить об этом не буду себе, заберу. Ладно. Тут, смотрите, и большая наклейка, и много маленьких таких. Вообще прикольно. И он, наверное, как ценитель у всех вот этих фирм и геймерских штук оценит точно. И так, любители канцелярии, подвигайтесь поближе. Сейчас я вам покажу свои покупки канцелярии с Вайлдис. Начну, пожалуй, с самого маленького, но не по значимости. Я очень хотела себе прозрачные стикеры. И я их нашла. Посмотрите, какие они классные. Так они выглядят, как будто обычные белые стикеры. Но посмотрите, они прозрачные. И особенно, когда вы будете вклеивать их в тетрадку, там все клеточки, все линейки будут видны. Я видела в отзывах их часто заказывают студенты. Особенно там на биологическом, допустим, факультете. Потому что им часто сдают рисовать какие-то там картинки, строения каких-то клеток, органов. И они просто приклеивают там в книгу или на монитор. Обводят это и все. И просто красиво. Или же, если вы любите рисовать какие-то скетчи, зарисовки, то тоже можно клеить там, я не знаю, на экран компьютера, телефона, перерисовать и клеить в тетрадку. Ну или просто, мне кажется, очень прикольно вот так писать. Его в тетрадке практически не видно. В общем, вот такой вот стикер. Мне очень нравится. Они там совсем недорогие. Были разные. Там были и по 150 рублей, и по 200 рублей. Не помню, какой я заказала. Я сначала заказала один, пока оформляла заказ. Он уже закончился. Второй заказала. В общем, переходите, смотрите, ищите выгодные предложения. Они там постоянно, цены у них вот так вот падают скачут. Можно найти вообще даром практически. И дальше давайте я вам покажу. У меня здесь много разных тетрадок. Давайте я начну с вот таких. У меня в двух расцветках. Давайте я вам их открою и покажу, как они выглядят внутри, потому что у них очень красиво оформление. Так, первый и второй. Вот, посмотрите. Во-первых, они вот такие очень приятные на ощупь. Первое, это с вот таким вот Лондоном. Они там были, мне кажется, расцветок 10 разных. Я долго думала, какие выбрать. У них еще здесь сбоку цветные странички. Посмотрите, какие красивые. И внутри, когда открываете, первый разворот у каждого индивидуальный. Вот такой вот красивый. Как будто продолжение вот этой картины. Посмотрите, какой классный, красивый. Вот, и внутри они сделаны, как, знаете, блокнотики. Ну, это тетрадки. Классно. Мне кажется, вот кто учится в университете, ну, или просто любит писать, зарисовки делать, то мне кажется, очень-очень классно. Вот такие вот тетрадки-блокнотики. И второй я заказала с Нью-Йорком. Вот, посмотрите. Во-первых, вот такой вот красивый Нью-Йорк здесь. И внутри оформление, конечно, не такое красивое, как у Лондона, но все равно прикольное. Яркое такое. Странички тоже цветные. И внутри такая же клетка. И, кстати, у каждого есть вот такая вот закладочка, что тоже очень удобно. Все откладываю. Вот такие вот блокнотики-тетрадки. Мне кажется, очень классно. И, наконец-то, перехожу к тетрадкам на кольцах. Я вам недавно снимала шоппинг в одном из наших магазинов. И я там увидела вот такие вот тетрадки. Я их купила. И потом я решила зайти на Вайлберис, потому что в магазине были только две расцветки. И я думаю, на Вайлберисе можно найти все, что угодно. И я была права. В общем, там они были во всех расцветках, которые есть в коллекции. И из них я докупила еще три. Такие вот каждые. Давайте я сейчас быстренько все открою и вам покажу. Итак, друзья, я уже их все открыла. Покажу вам все пять штук, которые я купила в магазине. И которые я заказала с Вайлберис. Чтобы вы могли сравнить расцветки. Потому что я думаю, что многие захотят себе заказать такие тетрадки. И вот, чтобы вы понимали, как они выглядят вживую. Вот, посмотрите. Первая расцветка. Это вот такая вот девочка. Мама сказала, она даже чем-то похожа на меня. Очень приятная обложка. Кольца внутри. Она черная. Очень приятный цвет бумаги. Такая вот обычная клеточка. На все странички. Так. И, в принципе, они все внутри по оформлению одинаковые. Вот эта, кстати, тетрадка одна из моих любимых. Очень классная. Она вот такая голографическая. Но на фото на Вайлберис она вообще выглядит не так. Вот если бы я увидела ее на Вайлберис, я бы ее не заказала. Но вот в жизни она просто обалденная. Вы посмотрите. Такая прям эстетик. Так. Следующая. Это вот такая вот тоже эстетичная. Такая с цветочками. Такая прям пастельная, нежная. Очень классная. Дальше. Яркая-яркая. Мне кажется, мой лук сегодня подходит под мой костюмчик. Такая очень яркая, такая летняя. Одна из моих любимых. И здесь еще такая вот над серебристым цветом написана. Класс. И последняя. Вот такая вот фиолетовая. Мне чем-то напоминает разводы от бомбочки для ванны. Вот, знаете, такая пена как будто. Красивая. Тоже очень. Внутри они все одинаковые. И вот такие вот у меня пять тетрадок на кольцах. И две вот такие вот тетрадки-блокнотики. Ой, что это? Главное не выкинуть эти стикеры. Потому что я уже несколько раз их чуть не выкинула. Подумала, что бумажка какая-то. Следующий товар будет из рубрики бьюти. Это уходовая косметика. Заказала вот такую вот коробочку наша мама для Егора. И я тоже буду иногда этим пользоваться. Это, в общем, сыворотка от прыщей. Да, у всех, ребят, иногда бывают прыщи. И даже если вы напишите, что у вас их нет, я знаю, что они у вас иногда есть. Даже у меня вот чистое лицо. И все равно вот тут у меня маленький прыщик. Потому что на выходных я скушала и конфетки, и мороженки, и чипсики. Так что вот у меня шикарное напоминание о моих великолепных выходных. И вот, чтобы таких напоминаний было поменьше, мы купили вот такую штучку. Пришла она в очень красивой, конечно, коробочке. Средство, кстати, не дешевое. Оно стоит 1700 рублей. Вот я покупала. Вот так вот оно все упаковано. Давайте я вам покажу. Отзывы, конечно, просто шикарные. Там даже были фото, люди предлагали до и после. Я, конечно, вам ничего пока что точно советовать не буду. Потому что я его пока что не пробовала. Когда попробую, напишу отзыв или в телеграм-канале, или уже здесь, в комментариях оставлю. Так, внутри мы видим две баночки. Одна это наше средство, а второе это подарок нам. Давайте с подарка начнем. Так, здесь получается, это идет вот такой вот пилинг от этой же фирмы. Вот в такой баночке стеклянная баночка с пипеточкой. Выглядит, конечно, круто. Тоже попробую потом. И вот само средство, которое мы и заказывали, которое нас всех интересует. Так, давайте его достанем. Там какая-то картонка еще внутри, чтобы оно не разбилось, не разлилось. И вот такая вот баночка с синей жидкостью, волшебной какой-то внутри. Стеклянная. Очень, кстати, мне кажется, удобная пипетка. Посмотрите. В общем, я вам потом оставлю. Вот это называется Акне Ремурбе. Итак, последний товар. Я думаю, не все сначала поймут, что это. Итак, вуаля. И нет, я не купила бутылку на Вайлдбрис. Выглядит, конечно, это пока что очень странно. Все непонятно как-то вот так вот. Но сейчас я вам все объясню. Я сидела на Вайлдбрис, оформляла заказ. И знаете, там есть такая рубрика, где вам высвечиваются товары, которые вам могут понравиться. Так вот, мне там высвечивался вот этот товар. И нет, это не бутылка, это пробка. Но необычная пробка. Это вот такая вот проволочная гирлянда. Давайте я вам ее включу. Вот, посмотрите. И там были такие красивые фотографии и в отзывах. Итак, в общем, когда вы ставите это на стол куда-то и выключаете свет, это все так волшебно. Выглядит, как будто там в банке вы пробкой закрыли, не знаю, каких-то светлячков. Просто офигенно выглядит. Вот такие вот разные огоньки. И мне очень понравилось. И многие их ставят и в бутылки с темным стеклом. И вот я нашла у себя с вот таким прозрачным. В общем, мне понравилось, как это выглядит. Возможно, потом закажу еще вот такую вот гирляндочку. В общем, выглядит необычно, прикольно. Вот такой вот элемент декора. Кому тоже понравилось, я оставлю ссылочку в описании. Ну, и на этом все. Буду заканчивать. Бутылочка стоит вот здесь, украшает наш фон. Напишите в комментариях, какая из покупочек вам понравилась больше всего. Мне следующий заказ идет очень-очень классный, очень интересный. Он будет совместный и с Файлдрис, и с Озон. Там я заказала тоже и для себя много всего, и даже для своих собак. Представляете, там такие покупки. Вы будете в шоке, девочки, мальчики. Кстати, я хотела вас спросить. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях вашими находками на Файлдрис или на Озон. Я знаю, что популярна сейчас рубрика «Блогеры с парашютом подписчиков», какой ваш лучший товар, какая ваша самая лучшая покупка с Файлдрис и с Озон. И прям закупают и снимают отдельное видео. Но вы просто напишите мне, просто интересно посмотрите. Возможно, я тоже что-то закажу из ваших товаров, или другим тоже в комментариях будет интересно посмотреть. Потому что мне всегда интересно, что заказывают другие люди. Я вижу, что вам эта рубрика тоже нравится. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и будет больше видео с подобной тематикой. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. Целую, и всем пока-пока. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.